Отправились с Лерой на вечерний променад, больше нас никто не поддержал, так что мы вдвоем. Лера хотела в волейбол поиграть. Ну, придешь, поиграешь, если у тебя сил хватит. Сейчас хотим дойти в так называемый местный Арбат, что там интересного посмотреть. Ну и зайти в магазинчик и посмотреть, что здесь продается еще вообще-то. Вот проходим магазин, кстати, вот видно, вино продают. Там вообще все полки пустые. Полки пустые. Ну, какие-то конфеты продают, чипсы продают, вижу. Ну да, водка есть. Набор для отдыхающего чипсы, водка, коньяк. Казахский коньяк, кстати, попробовали. Вообще хороший. Нормальный. На наши деньги 500 рублей стоят. Если нас смотрят жители Казахстана, расскажите, пожалуйста, вы едите мясо собаке? Ну, правда, очень интересно, потому что много слухов, и мне очень интересно. Мне уже, мне сегодня человек 6 подошли и спросили, а что за породы? И люди здесь вообще собак нет. Я говорю, шпиц. Они такие, аааа. Фрукты, водичку можно купить запросто. Виноград, по-моему. Или что это? Виноград уже вырос. Фигаси. Дыньки, арбузики. Картошка нам не нужна, все не нужна. А почему у нас арбузики? Арбузики почему? По 300 килограмм. Не слышу. По 300, да? О, у нас дешевле было. Мы брали за 40, по-моему, даже. А, вот это база лаколь, на которую мы ходили. Можем до пляжа дойти. Завтра пойдем уже конкретно сюда. Вот, ресторан, да. Вообще шикарно. Нет, так-то молодцы, конечно. Здесь, здесь куда сходить, как бы, да, где покушать. Это не яровое. Анализ ярового? Нет, сравнительный анализ, да. Нет, я и сравниваю, потому что, видишь, тут как бы считается соленым озером. Но здесь ни хрена, не соленое озеро, а пресное. Не яровое, которое действительно соленое озеро и действительно полезное озеро для здоровья. Сервис там вообще отсутствует, скажем так. Ну а здесь вот народу-то вообще много. И тут действительно можно куда-то сходить, посидеть, нормально отдохнуть. Это похоже на, скажем так, на цвы, плюс... Ну да, это вот как мы по Алуште ходили, гуляли, да, скажем так. Да, да, это похоже на вот Алушту. Что я еще говорила? Яровое. Вот напротив пиццерия. Жареная рыба. Флагман, да, да. Кстати, у них флагман мы сейчас пробовали. Он вообще не такой, как у нас в России. Он у них вот такой суховатый. Сухой, у нас он с подливом, не с подливом, с бульоном, скажем так. На перемешку, и там у нас в флагмане. Хорится на гриле. Тут же вот опять очередное, следующее же кафешка. Ну, есть где посидеть, скажем. В Яровом зато есть аквапарк. Во, плюс. Здесь нет аквапарка. А тут, там есть. Я, Лера, объективно говорю. Конечно, с субъективной точки зрения моей, но что есть, то есть. А вы судите сами. Покажем, постараемся показать все, что здесь есть. Видишь, а свинины нет, да? Свинины здесь. Да, и не в почете. Свинины не в почете. Не только что не видно, не разрешают. Не разрешают даже. Я когда-то в Астане делал. Тут читали. Здесь не разрешают. И вы первые. Понятно. Ладно, спасибо. Подойдем, если что, попробуем. У меня сочный. Люди приветки. Да, доброжелательно. 1700 шашлык. Не разрешают свинину, оказывается. Ну да. Ну, потому что здесь, наверное, мусульмане. Да, в основном. В Алма-Ате это не так. Так, а это что написано? Дом отдыха. Аксай. Ничего себе здесь какой отельчик, да? Забабахали. Серебряное озеро. Так, вышли мы опять на озеро. Что мы здесь видим? Опять эти бани. Любят они париться, я так понял. Когда жарко. Опять эти лодки. Я так понимаю, что у них редкость когда готовят мужчины. Женщины шашлык готовят здесь у них просто. Чай наливают тоже, кстати, должна женщина. Нам принесли чайники и сказали... Не, не ударься. Вот вам. Там мне здесь, конечно, дорожка ужасная. Говори, говори. Нам принесли чайники и сказали, что девочки, это вам. Типа, вам нужно наливать чай. Вы что, мальчики будут наливать, что ли? Сейчас, заснимем. Хорошо, давай, давай. Готовься! Ух! Лера, вот это, наверное, местный Арбат называется. Наверное, да. Да, пешеходная набережная. И вот здесь тоже очень много всяких кафешек, развлечений всяких. Я заметила, что вот самоты, которые более такие круто наряженные и так далее, они уже разговаривают на русском языке. Да. Они не на своем языке. Да, здесь вот можно спуститься, кстати, вниз. Давай посмотрим, что здесь. За дно такой кусочек. О, детей там много купаются до сих пор. Вода теплая, кстати. О, нарба туда дальше, к колесу. Ну, прогуляемся сейчас. Вот здесь, наверное, до получ. Вон, смотри, как девушка идет. Прям в одежде, правда, она идет. И заход, и глубоко здесь. О, надо сюда ходить купаться. Ну, а то у нас там вообще дно такое плохое, что я чуть не расстроился сегодня. Да, вон все купаются. Ну и давайте после обеда придем. Девушка в одежде что ли полностью залезла туда? Да. Фига себе. Давай после обеда сюда придем. Она, мне кажется, просто в туалет захотела. Как ты думаешь? А здесь туалетов нигде нет. Вот сюда бы отошла. Там мы в Сочи гуляли, да? По Сочи гуляли. С видами как они сделали прикольные раздевалки? Ну да, раздевалки здесь есть, а туалетов нет. Нет, они сделали не в этом прикол. Они сделали раздевалки, а вот за этими раздевалками люди ходят. Ну, это везде так. Это и в Сочи так, и в Крыму так. Ладно, пошли дальше. Купаться раз не будем. Что, кусают комары? Ага. Комарики здесь присутствуют. Ну, Burger King по-казахски, правильно? Хочешь мороженое, коллега? Вот такие цены здесь. Жареные? Да, тысяча. Это такой же, как мы в Сочи брали. В Сочи также готовили. В Питере стоит такое мороженое 380. А здесь 1800? 350 рублей, наверное? Ну, вот как в Питере. 360 рублей мороженое. А нет, ребята, бесплатный туалет, вот, пожалуйста. Так что, молодцы, молодцы, в отличие от Адлера, где 40 или 50 рублей стоит туалет. Здесь бесплатный туалет, ну да. Не знаю, какое состояние, пока не ходили в него. Ну, я думаю, если приспичат, то уже не обращать на это внимание никто не будет. Посмотрите, сколько здесь народе еще. Какая? Ай, Алья, Лера, я тебя умоляю. Даже, по-моему, в Сочи меньше народа. А нет, народа было в Сочи много. Помнишь, когда мы все это музыкальные фонтаны в арте здесь смотрели? Матрасики продаются, кстати. Вот, жарих змей голову. Сазан. Сакшая рыба. Рыбу ловят. Аттракционы какие-то. И велики есть. Рикши. Это место и рикши. Так, опять жареное мороженое. Видишь, оно везде у них. Так же, как в Таиланде. Научились? Научились, молодцы, да. Но Арбат, получается, и сюда идет, и здесь вот. Нет, везде. В фашистскую сторону входим еще. Народу куча вообще. А вот аквапарк. Че тебе нет? А, точно аквапарк есть, смотри. Нет, это не аквапарк. Это одна маленькая горка, наверное. Бассейнов не видно, кстати. Сейчас пройдем туда, до колеса, может быть. Может быть, и увидим аквапарк, но народ еще просто жесть. Давай так с тобой снимемся. Так-то мы идем, народу куча. Я думаю, твою заставку. А может, и на заставку. Рыба, везде пахнет рыбой. Значит, ловят рыбу. Значит, я не зря взял коптилку. С Андрюхой завтра, наверное, после завтра съездим. Съездим. Там можно на холодильник, кстати, магнитик. Давай посмотрим, ищи хороший магнитик. Выберем, где народу поменьше. Но тут народу везде. Мать мущая. Решили с Лерой чуть-чуть в сторонку идти. Потому что там нереально просто эти куча народу. Я столько народу давно уже не видел. Причем еще вот в европейской наружности людей здесь намного чаще встречаешься, чем там, где мы живем. Там на фляже у нас вообще практически не было. Ну, а здесь очень много. Там, видимо, там где вы, там отдыхают эти казахи. Казахи, наверное, да. А вот здесь в центре, наверное, на базах очень много русских. Ну, и других национальностей европейских. Казахи сюда. Да, пляжик здесь хорош. Вот он и простирается сюда дальше. Мне кажется, что здесь вход классный. Они здесь, скорее всего, отдыхали. Представляешь, сколько здесь народу? Если они все здесь сейчас, то завтра утром они все спустятся на пляж. Ой, да нет, я думаю, сейчас вечером так кататься нет смысла, правильно? Вот такое колесо обозрения. Сейчас темно, ничего не увидишь. Только он на той стороне, и так фонарики видно. О, это написано Алла-Коль, видишь? А, да, вот он, это Алла-Коль. Алла-Коль. И фотографируются люди на этом фоне. Если бы мы сюда пошли с нашими, давай вот так вот с тобой сфотографируемся. Ну, мы везде фотографируем. Давай. А тут наоборот, как это? Вот так вот сфотографируемся. Так. Все? Да. Опять на Феррари едут. Жесть, просто жесть. Народу шумно. О, ёпыры, святые. А здесь-то еще какое-то продолжение этого Арбата. А, здесь карусельки одни. 2000 тенге стоит взрослый, и 1000 тенге детский стоит прокатиться на этом колесе обозрения. Съемка с дрона 3000 стоит. Не, ну сейчас, конечно, прикольно прокатиться, потому что не жарко. Пошли. Пойдем туда смотреть, что там еще есть. Ну, пошли, придем. А, вот, смотри, типа американских горок. Лера. Все, закончились американские горки. Шуга, это американские горки? Нет, шуга, это я не понимаю, что это. Это у нас в этом, в Солнце? Да, да, у нас такое есть. Блин, а такой горки-то страшно. А, вон, лошадки для детей. Ну, прикольно, прикольно. А, ну, вон там, дальше еще находятся машинки. О, это луна какая-то, да? Все, ладно, пошли на Арбат уже вот здесь. Пройдем и пойдем в сторону нашего дома. Народу. Куча, конечно. Вот это действительно сейчас напоминает набережную, наверное, на Черном море. Магика, девочка, мусульманка уже. Ну, а что? Я побесла, что я тоже хочу сказать, мусульман. Да. А я буддистом прочитаю. Да, больше. Ладно. Нет, вот это напоминает действительно. Вот местные наряды. Люди примеряют местные наряды. Все хорошо. Я ехаю. Очень много людей, кстати. На пляж идем? Очень много людей на пляжике. Тоже спускаемся? О, купаются люди еще даже ночью, видишь? Да нет, завтра мы тогда сюда пойдем. Мне так все впустит. Ну, а так-то, конечно. Здесь дно, похоже, хорошее. Народу сколько много? Собралось? Что они там делают? Что они там делают? Наличка же, налички. Кир, кузык, 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 кузык. Поставьте, там, забирайте. 12 тысяч, нам говорят. Девушка, выигрыш, 15 тысяч. Развод, короче. Что они делают? Надо бутылочек куда-то поместить, я так понял. Конкурсы, конкурсы, да. Если выигрыш конкурс, то получишь какую-то определенную сумму. А вот, где кофе продают и разливные напитки. Писташки он даже продает. Пиво, интересно, почем, сейчас посмотреть. Американо, это кофе стоит 600 тенге. Так, а пиво не видно, да? А, нету. 450. 0,5 450 тенге стоит. О, дорого. Это больше чем... Это где-то 100 рублей. Около 200 рублей литр стоит пиво. На наши деньги. Очень приличная сумма, кстати. Ну все, уходим. Да, мы придем сюда еще. Надо нашим рассказать, что здесь сувениры продают. Вход в заповедную зону, охота и рыбалка, сбор и картины трав строго запрещены. Охота и рыбалка запрещены, вот так вот. Кто хотел завтра порыбачиться? А, Андрюха собрался рыбачиться. Вот, арбузы продают, 250 тенге стоит за килограмм. А там, я бы сказал, 300. 300, да, здесь дешевле, кстати. Ты хочешь арбуз взять? Да я даже не знаю. Ладно. Пускай Алиса, она у нас любит выбирать арбузики. Вместе сходим, потом выберем. Раньше она говорила, мы когда приехали, она говорит, давай сейчас купим арбуз. Да, да, да. Там нигде не найдем. Мы просто думаем, что это Бухтарма, на самом деле тут цивилизация. Да, тут цивилизация намного круче, чем на Бухтарме. Да, тут практически как в Сочи все. Я имею ввиду, что там муж, жена, русский, этот. Смешанные браки ты имеешь? Да, да, да. Бабушка с дедушкой тоже. Ну, видишь, со времен Советского Союза здесь все национальности перемешались. Вот мед продают даже, дыньки узбекские. Местных, по-моему, здесь нет у них. Ну, вот и все, уходим из Арбата, идем к своему домику. Нас уже там все потеряли. Плов 1500, манты 1800. Мы сегодня бесплатно поедем. Ну, как, все включено. Но плов был нормально, вкусно. Да. С учетом того, что мы поняли, что они вообще-то есть не умеют готовить. Это было вкусно. Нас вкусно кормим. Все отлично, все хорошо. Ладно, идем до домик и расскажем своим, где мы были, что видели. Лера, ну-ка, станцуй, как в Абхазии ты танцевала. Хоп-хоп-хоп. Давай, давай, давай. Молодец. Два дельфина, отель. Сейчас дойдем в этот магазин, посмотрим ценник. Потом расскажу, не буду сейчас там внутри фотографировать на всякий случай. Ценников нет, заметила, ценников нет вообще практически. Не практически, а вообще ценников нет на товаре. Пиво? Пиво стоит, да, 550, сказали. Козел. Мы этот козел, пусть в Каменогорске покупали, стоило 80 рублей на наши деньги. Да, 80 я считал. Ну да. Где-то в районе 400. Здесь 550 дороже. Ну, курорт, что вы хотите. Это китайское пиво стоит. А там оно тоже продавалось. Я же покупал это китайское. Чан. Я чан. Да, чан, да. А у нас в этом, в Варнауле, оно пироговое. Его вообще почти нет. Да, оно такое, я его попил, мне не очень понравилось. А во Владивостоке, по-моему, стоит только 7. Ну, самое главное, что есть, можно зайти купить. Что там еще? А так-то все есть. Яйца есть, колбаса продается, консервы разные. Ну, спиртного очень много продается. Арбузы. Все. Вот эти кафешечки, люди сидят. И тут же еще продуктовый магазин. Ребята, ну, вот это что такое? Скажите, идем в центр города, да? Курорт. Человеческий рост, такие бурьяны растут вообще. Это жестоко. И поэтому здесь комары и водятся, кстати. Их не так много, конечно, как у нас в Алтайском крае, но тем не менее. Да, мне кажется, что такое везде, даже в Таиланде, немножко пройдешь, такие бурьяны и деревья страшные. Немножко цивилизации. Отойдешь, так же будет. Ну, да. Везде такое есть. Морок комбиром? Ну, надо хоть как-то с этим бороться. Не знаю. Ну, вот, летний. Дискотека будет. Шашлык от 1300. И вот база отдыха тут же рядышком. У них заметила, на каждой базе отдыха, есть свое кафе. Столовая, да? Ну, да. Практически на всех базах отдыха предлагают питание. Это очень удобно, кстати. Вот и закончился наш вечерний променад. Ну, сколько мы по времени гуляли с тобой, 62? Да. Сколько сейчас? Мы вышли с тобой, 8 где-то. Нет, не 8. 8.30 мы с тобой вышли. 8.30 хотели выйти, вышли 8.40. Мы вышли раньше. Ну, полтора часа, короче, получается. Да, а с Аллакона мы дошли с тобой, получается, за 9 минут. Завтра на Аллакульт, да. В район базы Аллакульт, пойдем купаться там, наверное. Кстати, у нас такой спокойный райончик, у нас захочет какая-то тишина. Мне, конечно, тут там, все равно поспокойнее. Там вообще-то невозможно, там не отдыхаешь, мне кажется, там успеешь еще делать. Ну, да, можно туда ходить гулять. Так что ладенько, пойдем своим расскажем, что мы увидели. Покажи, где наш домик горит. Он светится у нас отдельно стоящий дом. Я показывал, вчера уже. 20! Нет! Это было еще 5 раз. Еще 25 было раз. Нет, 20, 20. Ты не успела? Так, уговор-то был, чтобы... На камеру. Не успела? Засняли. Извините. Она проиграла на камеру. Я все равно пойду валерьянки. Мама, ты не честно играет. Ну, это не честно играет. Какой она часто проигрывает. Фраза, говори. А уже все, было все сказано. Алиса, скажи. Алиса, давай. Снимаю. А кто поливает-то? Я извращаюсь? Да, поскольку я. Как будто мой. Это на улице, на улице надо делать. Да блин, блин. Подожди, подожди. Подожди, мы с камеры идем. Блин, тут эти тела все. Да подожди, вон туда иди, потому что там люди, они не поймут. Блин. Куда? А мне не видно. Давай, вот сюда на свет прям. На окно. Вот здесь, где окно светит. Три, четыре. Ай, блин, трава, пользуйся. Три, четыре. Класс. Приезжал-ка маму, не снял, когда она говорила. Мне кажется. Что я теперь буду кукарекать.